Солнечные лучи – это источник витамина D. Ультрафиолет помогает лучше усваивать кальций, магний и фосфор, а это крепость наших костей. Оптимальное содержание витамина D в организме влияет на укрепление иммунитета, повышает умственную и физическую работоспособность, снижает вероятность развития депрессии и активно влияет на синтез серотонина – гормона радости. Для поддержания нормального уровня витамина D летом достаточно гулять на солнце от 5 до 15 минут в день. Не нужно для этого специально идти на пляж и загорать. Хватает того, что свет попадает на открытые участки тела – это кисти рук и лицо. Но нельзя забывать про побочные эффекты. Под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа без защиты может подвергаться ожогам, а это увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Если на коже появляется что-то новое, и оно не похоже на все остальное, это повод обратиться к врачу. Когда есть родинка, и она, допустим, начала меняться. И это не то, что, как многие говорят, ой, хорошо, она стала меньше, уходит, значит, нет. Это повод обратиться к врачу. Многие люди сталкиваются с аллергией на солнце. Появляются высыпания на открытых участках тела, начинается зуд. Это заболевание возникает из-за повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету. Чтобы защититься, нужно пользоваться СПФ-средствами. Их необходимо выбирать в зависимости от типа и тона кожи. Когда человек идет в аптеку, он должен понимать. И из своего детства, из юности вспоминать о том, как он выходил на солнце и обгорал. Значит, это первый, второй фототип. Люди с третьим, четвертым фототипом, они могут, конечно, использовать средства послабее. 30, 25. Самое главное, чтобы люди покупали солнцезащитные средства для детей. Потому что у детей кожа более тонкая и более восприимчива к солнышку. И они быстрее всего обгорают. Наиболее распространенная опасность – это солнечный удар. Человек долго находится под палящими лучами без головного убора и теряет сознание. Или может повыситься собственная температура тела. От общего перегревания организма происходит тепловой удар. Он может привести к остановке сердца. В зоне риска пожилые и люди с сердечно-сосудистыми или эндокринными заболеваниями. Врач-терапевт Щелковской больницы Илья Сергеевич Курикунов рассказал, что симптомы этих недомоганий похожи. У человека повышается фотоотделение, учащается пульс, учащается дыхание, возможно, тошнота, рвота, головная боль и шум буша. Если он длительно пребывал на солнце, у него возможно появление высокой температуры до 39 градусов, на этом фоне потери сознания и появляются судороги. Если вы заметили вот такого человека с данными симптомами, вам нужно его в темное место перенести, снять одежду, которую ему сжимают. Если эта женщина расстегнуть бузгальтер, после этого холодная вода, если есть поблизости, либо его облить, либо через тряпочку на голову положить. Человека также уложить, приподнять головной конец и давать водичке понемножку пить. Также не советуем заниматься спортом на открытых площадках. Из-за жары человек больше потеет, больше теряет воду. Обезвоживание снижает энергию, ухудшает концентрацию, а также приводит к проблемам с почками и сердцем. Летом, кстати, не рекомендуют пить очень холодную воду. Она, конечно, дает быстрый эффект, но организм устроен так, что начинает оперативно восполнять утраченное тепло, и человеку становится еще жарче. Итак, чтобы пережить жару без последствий для здоровья, пейте воду, ешьте меньше соли, охлаждайтесь, не забывайте о главном уборе, пользуйтесь защитными кремами, избегайте душных помещений. Галия Вахитова, Владислав Реус, Щелковское телевидение.